Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И хочу сказать, что сегодня 27 ноября, День Матери. Я хочу поздравить каждую маму, я хочу поздравить каждую дочь, которая, может быть, еще не стала мамой, но она рождена от мамы. И так каждый сын тоже рожден от мамы. И Господь как-то отдельным образом отмечает вот это направление жизни женщины, которая оказывает заботу, любовь, материнство, проявляет это. Я сейчас не говорю о тех моментах, которые выходят за рамки понимания или какие-то извращения, потому что когда мать забывает свое дитя, это ненормально. Это что-то внутри сломано, либо там раздавлены какие-то чувства, были задавлены так, что они не могут выйти и быть проявленными к собственным детям. Но тогда, когда Господь знает, что каждая мама, она что-то переживает, она переносит какие-то состояния своего сердца в адрес детей. Ведь вы знаете, что мать готова отдавать гораздо больше, чем дети дают маме. Потому что материнство, оно имеет Божью природу. А ведь Бог нам дает всегда больше, чем мы Ему. И поэтому, когда он своей частью поделился с матерью, то он имел в виду, что эта сторона, она будет очень четко понимать и переживать Бога, какой же Он и какая у Него щедрость в наш адрес, если мы своим детям можем давать то, что мы даем. Если же между родителями и детьми появилась пропасть, это печальное состояние. И если есть огорчение со стороны детей в адрес родителей, со стороны родителей в адрес детей, то да поможет Господь все это исправить. Потому что на самом деле Он понимает, могут быть периоды разочарования, боли, непонимания, почему пришли к такому результату, который вроде бы не должен был прийти в жизнь. Но я хочу сейчас сказать таким мамам. 54 глава Исаия, 4 стих. «Не бойся, ибо не будешь постажена. Не смущайся, ибо не будешь поругания. Ты забудешь посрамление юности Твоей. Не будешь более вспоминать о бесславии вдовства Твоего, ибо Твой Творец есть супруг Твой. Господь Савауф имя Его и Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли, назовется Он». Я очень желаю, чтобы каждая мама не испугалась ситуации, которая кажется неразрешима. Молитва Матери творит великие дела. Поэтому продолжайте быть в числе ходатаев, в числе говорящих с Богом. И не только жалуйтесь, что что-то не так, что-то, может быть, не соответствует вашим ожиданиям, но благодарите Бога за то, что Он может совершить, и мечту вашу превратить в реальность. Благодарите и благословляйте сыновей и дочерей на то, что они в свое призвание точно войдут. Я не буду постажена. Если Господь мне когда-то говорил, что сын или дочь будут вот именно таковыми, то я хочу сейчас в их адрес это говорить, потому что я хочу увидеть этот результат. И потому дальше мы можем читать. «Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью воспряму тебя». Но ведь Бог-то оставляет тогда, когда человек его оставляет. И поэтому, если в числе дней твоих прошлых были моменты, когда рассчитывал на себя или на партнера, на мужа, на родителей, которые могли бы быть вместо Бога, то, конечно, это приведет к постыжению. Но тогда, когда мы уповаем на Бога, то мы знаем, что Господь нас позвал в удивительное отношение, общение с Ним, чтобы нам быть в числе тех людей, которые не только знают Его голос, но которые уверены, что если и были когда-то оставлены или в стороне, то Он теперь с великой милостью принимает не только вас, но и ваших детей. И пусть эти взаимоотношения будут сильными, здоровыми, крепкими, полноценными и радующими как вас, так и детей. Господь, спасибо Тебе за материнство. Я хочу поблагодарить за каждую мать, которая родила на эту землю детей и которая смогла материнство проявить в своей жизни как могла, как умела. И то, что было в сердце уже заложено, она могла переливаться в детях. Но сейчас я прошу Тебя, чтобы результаты материнства, они пришли в детях настолько, чтобы это радовало и матерей, и детей. Чтобы каждый мог найти себя вот в этом уделе, взятым Господом. Спасибо Тебе за то, что мы можем Тебя благодарить за тех, кто был в нашей жизни тоже матерями, кто был в нашей жизни бабушками, кто в нашей жизни был сестрами или братьями. Я благодарю Тебя за каждого, потому что все это родство, оно приходит потому, что Ты так заключил нас в эти отношения. И я благодарю Тебя за семью, и за всех, кто в этой семье сегодня жив, здоров и может Тебе поклоняться. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всех мам с Днем Матери. До новых встреч. До свидания. Слава Тебе за субтитры Алексею Дубровскому Слава Тебе за субтитры Алексею Дубровскому Слава Тебе за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...